Панамский уток Панамский уток Наш организм не возобновлять клетки, не защищаться не может. Он является важнейшим из липидов именно для построения клеточных мембран. Кроме этого, из него формируются желчные кислоты, стероидные гормоны и даже витамин D. То есть анализ на холестерин входит в стандартный биохимический профиль человека при сдаче любых медицинских анализов. Это замечательно. А кого ценность этого самого чудесного холестерина? Что он, собственно говоря, такого делает, что так важен? Оказывается, существует такое общее представление о том, что высокий холестерин – это причина различных кардиологических заболеваний. И действительно, часто посматривая на него, мы видим там увеличение. А низкий его там, он может влиять на что? На плохое пищеварение является свидетельством. Развитие монкологических заболеваний. Ну, гипертония, ревматоидный артрит, но это все частные, так сказать, дополнительные информации, частные анализы. То есть сам жир, на самом деле синтезируется этот в печени, является гормонально зависимой, то есть существует гормональная регуляция синтеза. И по этой причине за печенью тоже надо следить. Я, как вы понимаете, в это время года готовлю себе светлое будущее, а именно грушевую настойку. Вот груши есть, падалицы много, я ее подчиняю, удаляю в плохие части, ну, а хорошую запускаю в настойку. Так вот, главным, как я уже сказал, является синтез мембранный. Это очень важно. Без него ничего не получается. И особенно важно для мозга. Ну, мы с вами понимаем, что мозг многим не нужен. Главное, цвет волос и длина ног. Поэтому такие обычно типы жира не едят. Сало, фу-фу-фу, какая гадость. Ну, и так далее. На самом деле зря, потому что в мозге-то находится 25% всего холестерина организма. Напоминаю, мозг составляет 1,5 массы тела, а холестерина 25%. Более того, прямые биохимические исследования показывают, что концентрация холестерина, холестерола, если быть точным, доходит до 15-30 грамм на грамм ткани мозга. Это много. Поскольку во всем остальном организме, во всех любых других органах, она едва превышает 2-3 миллиграмма холестерола на грамм ткани. Любой. То есть, о чем идет речь? Что, по-видимому, мозг нуждается в жарке. Особенно в холестерине. Действительно. От него зависит синаптогенез, связи между нейронами, которые являются основой чего? Произвольного мышления. Ну, для многих вообще думать не принято. Ну, вредно. Энергии много расходуются. То есть, ни-ни. Да еще проблемы всякие набегают. Зачем? Тебе все расскажут в телевизоре. Ну, или там, в ютубе. Ну, еще где-нибудь. Поэтому холестерин является лимитирующим липидом для роста отростков нейронов. А это уж совсем творческое дело. Без него связи между удаленными структурами головного мозга возникнуть не могут. Таким образом, для мышления он является важнейшим атрибутом. Ну, вот сделал такое введение, в котором, может, только напомнить то, что у нас, как бы, хороший холестерин концентрация должна быть где-то около четырех с половиной. Ну, там плюс-минус небольшой люфт. Но при этом у кошек, у собак, он намного выше у кошек. У собак вообще-то 6,6, может быть, имеется в виду, моль на литр. У кошек там как раз верхушка, как у человеческих детей. Кстати, у детей с 5 до 18 лет концентрация холестерина, верхняя граница, 5,2, то есть существенно выше, чем у взрослого человека. Это, обращая внимание, им не очень мешает. И, как правило, кардиологические осложнения у них, ну, за исключением врожденных случаев и генетически обусловленных, не наблюдаются. Так что это интересная проблема. А почему она меня заинтересовала именно сегодня? Да по простой причине. Дело в том, что все эти станции вокруг сердечно-сосудистых заболеваний построены на мифе о том, что холестерин, мол, где сильно влияет на сосудистую систему, ну, и на сердце, естественно. И вот недавно закончена работа, которая была потрачена 50 лет, 50 лет наблюдений, которую проводили в Швеции, Италии, Франции, Японии, ну, и многих других странах, ну, там по мелочи уже, в которых было доказано, что с прямой связи там между холестерином и кардиологическими заболеваниями нет. Никакой плохой холестерин тут ни при чем. Собственно, ну, так и вещи проводились в свое время и по отношению к курению, когда в Америке 60-х годов курили в 20 раз больше, а онкологии легких через 40 лет, когда курят в 20 раз меньше, оказалось больше. Ну, странные какие-то вещи. И почему-то компании, которые выпускают сигареты благодаря ЗОЖу, стали зарабатывать еще больше. Ну, это отдельный разговор. Ну, естественно, что эта статья рубит кардиологический жирный сук, на котором сидят, в том числе и многочисленные наши кардиологи, которые тут же возопили. Нет, нет, нет. Значение холестерина также велико, особенно в группах риска. Это кто пьет, курит, ведь, наверное, ругается матом. Для тех, кто жирный, ведет пассивный образ жизни. То есть, ребята, ЗОЖ и борьба с холестерином, при этом предлагается опускать холестерин немедленно до 2,6 моль на литр. Но это смертельный аттракцион. В общем, тот, кто намеревается пользоваться головой, я делать это не советую. Грушки изумительные, как раз для настойки. Итак, налицо какие-то противоречия. Для того, чтобы их понять, иногда очень полезно обратиться к недавней истории. Откуда взялась вся эта панама? И кто это запузырил, этот самый стандартный биохимический профиль? Весь этот холестерол. Откуда взялось? Я уже многократно говорил, что панамские утки, они состоят из того, что, во-первых, их много, и они размножаются, как таракана на грязной кухне. А история очень простая. Много-много лет назад работал любопытный и, самое главное, слухливый санитар в морге в американском, который имел дурную привычку подслушивать, что там говорят патологоанатомы. Патологоанатомы, они наверняка что-то интересное скрывают. Это факт. Когда возникают какие-то проблемы, самый точный ответ на перспективу лечения, например, может дать как раз патологоанатом. Поскольку он видит, чем дело заканчивается, то есть чем сердце успокоится. Ну так вот, он подслушивал, подслушивал, а потом взял и сочинил книжечку такую маленькую-маленькую-тоненькую о роли холестерина. Короче говоря, холестерин – это ужас-ужас-ужас. И вся бы эта книжечка сгинула в горах макулатуры американских сочинителей, тем более изданной за свой собственный счет, если бы не одна тонкость. Если бы она не попала в руки предприимчивому человеку, работавшему в фармацевтической компании, он увидел в этом золотое дно, ну и полетело. Тут же были созданы, разработаны специальные диагностические средства. Гигантский бизнес, ну, стандартный биохимический профи. Прикиньте, сколько его делает на всей планете, сколько людей его делает. Уже яснее становится, да? А дальше полетело. Надо нанять врачей. Ну, они-то легко делаются, вопрос за сколько. Которые вам подтвердят все, что угодно. Ну, как в свое время, азбестозы. Открыли неожиданно, чтобы фирма Дюпон заблокировала продажу азбеста из России в Европу. Ну, и прочее все. Это по нам многочисленные ученые, я имею в виду врачи, изговорчивые, так что здесь проблемы нет. Что же произошло? Произошла простая вещь. Быстро очень. Нанятые за приличные деньги ученые доказали, что, конечно, холестерин очень важен. Но обнаруживать его очень важно, выявлять. А дальше полетело огромное количество препаратов в производство и продажу, которые снижают холестерин и улучшают ваше здоровье. А теперь же и статины за бешеные деньги пошли, которые тоже обладают столь же полезным действием. Короче говоря, вот эта самая Панама, которая существует 50 лет, получила свое некое оформление. То, что, наконец-то, кардиологи, которые не выдерживают этого безобразия, нашлось даже среди них какое-то количество порядочных людей, которые об этом написали. Естественно, не все. Потому что наши тут же возопили. Ну, как же, как же, как же? Группы риска. Как же, как же, как же? Кричали они бы на самом деле. Кричат они про себя. А как же на этот же бизнес? Как же мы зарабатывать-то будем? Ребята, в общем, вот такая история. Так что советую вам быть внимательным не только к своему здоровью, но и к тому, как вы пытаетесь его улучшить. Постарайтесь не совершать детских ошибок. И, может быть, этот ролик хоть кому-то поможет попытаться разобраться в том, что он делает самим собой. Так что прощаюсь с вами. До свидания. Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok